Итак, я вернулась. Я сюда возвращаюсь. Знаете, я когда выходила, я думала, пойти мне в ближний супермаркет, так сказать, проехать чуть-чуть автобуса, либо идти в тот, который дальше. Ну, что я там хотела? Хлеба купить, помидорчика, чеснока, что-то там я еще хотела купить, ветчины, там, ну, что там в списке было, я так посмотрела по списку, ну, что там, вроде бы не тяжело все в одну сумочку войдет. А потом я подумала, что я уже давно зареклась, но иногда нарушаю, что даже если я хочу купить один только хлеб, брать с собой вот эту свою тролли, потому что одним хлебом никогда не обойдешься, ну, так оно и есть. Ну, хочу сразу показать, вот я купила такое мороженое, классное, новое, я такого не видела еще. Знаете, или я его не видела, или его не было. Называется Банофи Пай. Это такой, как бы, ну, банановый пирог. Я его уже вот так вот только что открыла, хотела вам показать. Ой, пахнет так классно бананами. И вот так, знаете, вот у моей любимой, которой я покупаю, такой рожок и с этим. Сейчас я его попробую. Где тут у меня ложечка. Какое оно? И поставлю его в морозильник. Вкусно такое. Знаете, немножко по консистенции как-то, я бы сказала, немножечко на заворной крем похоже. Ну, просто похоже, похоже. Такое ванильненькое. Еще и с таким банановым вкусом. Еще тут будут такие кусочки маленькие. Вот там вот, если вы увидите, маленькие-маленькие такие печенечка. Ой, какое вкусное. И как дешево по нашим ценам. 7 долларов целое литра мороженого. Ой, объемся. Я и позараюсь не объемся. Я поставлю в морозильник. Потому что оно уже и так, пока я довезла, на улице тепло. И оно такое стало, знаете, мягкое. Потому что оно и в супермаркете, то я здесь, я здесь. Оно и в супермаркете-то не было такое сильно замороженное. Ой, ой, вкусное. Как и хочется. На обед не каких-нибудь там этих, знаете, там хлеба, картошек или какой-то рыбы. А мороженое. Вот так классно было питаться мороженым. Так, что я еще купила? Еще я купила драмстики. Драмстики. Драмстик – это барабанная палочка. Если кто забыл. Я напоминаю. Так называются вот эти вот куриные ножки. 6,68 по 6,50 килограмм. Здесь килограмм с лишним. Ну вот отпечатаю. Поделю на порции, какие мне надо. Заверну отдельно. И в морозильник поставлю. Так, еще купила вот такой куриный фарш. Замечательный. Называется премиум. Премиум – это значит нежирный. Класс. Класс. Очень мне нравится. Из него получаются такие вкусные куриные котлеты. Я хочу попробовать сделать из перца болгарского, который я купила, сделать его фаршированный. Ну, не весь, конечно. Там 2 или 3 я режу пополам. Потом каждую половинку начиняю. И так ее как бы выкладываю. И запекаю так под соусом. Упробую с этим фаршем. Вот это он стоит 8,50. 8,50, полкилограмма. Ну, в прошлый раз, как я уже сказала, в магазине, мне удалось купить его дешевле. А так, значит, что у нас здесь. Здесь у нас рыба. Называется лемон фиш. То есть, ну, приман, это лимон. Я не знаю, как она еще по-другому называется. По Маури написано. Мако. Мако. Такая. Ну, такая вот. Белая рыбка. Такой кусочек. 444 грамма. 13,32. Так. Пожарю. Может быть, просто с жареным луком. А может быть, с томатиком. У меня есть там вот этот. Кетчуп. Хайнц. Так я, знаете, пожарю с луком, посыплю. А потом еще по кетчуплю сверху. Так. Будет так замечательно. Так. Дальше. Смотрите. Ой. О, вроде легенькая. А ты так его берешь потом. Тачечку. А в тачечке оно становится такое тяжеленькое. Тяжеленькое, я бы сказала. Смотрите. Чек такой. Я говорю. Три метра чека. Зачем он такой длинный, я не знаю. Так. Багет. Багет. Три доллара. Три доллара. Такой свежайший багетик. Так аккуратненько запечатанный. Ой. Как я люблю такой кусочек багетика скушать с чаем и с маслом. Знаете, я всегда вспоминаю, как из воспоминаний Майи Плесецкой. Ну, вы знаете, балерина такая знаменитая. Так вот, она сказала, что на свете нет ничего вкуснее хлеба с маслом. Я ее понимаю. Если ты там сидишь, скажем, на диетах, ну, я там не такая диета какая-то, ну, по крайней мере, стараюсь блюсти по карбогидратам и жарам, то, представляете, балерина, она танцевала там, я не знаю, чуть ли не до моего возраста, до 70 лет. И, представляете, и вот надо все время себя держать в руках. Я понимаю, что балерина, хлеб с маслом, это вкусное. Мои точки зрения точно так же. Мне тоже нравится, это так вкусно. Так, рыбка, томатики, помидорчики такие вот классные, что я купила. Они были на веточке, без веточки. Ну, я взяла те, которые на веточке. Цена на них одинаковая. Ну, такие вот. Потянули они у меня, сколько, килограмм на 8 долларов. Ну, вот здесь вот такой кулечек с таким килограммом. Класс, помидорчики их каждый день употребляют. То в бутерброд в горячий, то в салат, то еще куда-то огурцы, помидоры идут все время. Так, значит, вот эти вот вареники, пельмени, тортеллини. Это по-итальянски тортеллини. Вот такие вот. 7,50. Их здесь 325 грамм. Они хорошие, вкусные. Сделано это в Италии. Я не знаю, где их распасовывают. Ну, сделано это в Италии. Использовать до 26 декабря. Я их использую раньше. Значит, как я уже сказала, входит базилик, кедровые орехи, песто. Ну, песто, вы знаете, это такая смесь сыра, пармезана, оливкового масла, базилика и вот этих вот орехов. То есть, это, ну, вот такая вот смесь должна быть. Что-то такое внутри. Интересно, никогда не пробовала. Хочу попробовать. Значит, сказала, 7,50 это стоит. И где еще эти другие? А, вот они. И вторые такие тоже тортеллини. Ну, вот такие вот они. Сюда тоже входит жареная, то есть, выпеченная в духовке тыква, кюмара. Это такая, как бы, сладкая такая картошка. И там входит еще какая-то приправа. Ну, вот так вот. Так классно я их сварила. Они такие хорошие, мне нравятся. Я их обычно варю на завтрак. Ну, я на завтрак не могу съесть целую упаковку. Обычно я ем где-то половину. Ну, и как раз остальная половина остается. Значит, это стоит 5,30. Их здесь 300 грамм. Так, дальше. Глебушек цельнозерновой, как я сказала, плубман. Это один из тех, которые я люблю. Вот так хорошо пахнет всегда. И вкус у него хороший. Стоит он 4,20, 750 грамм. Ну, для разнообразия. А то все с тыквой, с тыквой. Знаете, надо как-то разнообразить свое питание. У него хлеба хватит, наверное, на две недели. Так, дальше. Где она тут? Это ветчина. Ветчина нарезанная. Что такое? Так, чтобы сказать, что там что-то сильно, очень, не очень. Ну, как говорила моя свигровь, есть и можно. Тут ее 200 грамм. Стоит это 5 долларов. Так, две упаковочки по 100 грамм. Я на пиццу, я в бутерброд. Куда, знаете, как бы, куда мы там колбасу использовали. Так, дальше. Где этот сыр? Полкилограмма сыра я купила. Что-то так дорогой такой полкилограмма. Ну, знаете, можно купить целый килограмм. Но я его потом ем, там, я не знаю, чуть ли не месяц. Крайне неудобно. Мне бы лучше вообще и по 250 грамм купить. Ну, как-то я не нашла такого по 250 грамм. А купила вот полкилограмма такой. Это не дешевый такой. Это 11,60. Там было и по 9,50. Ну, такое я выбрала. Называется. Perfect for sandwiches and platters. То есть, как бы, годится он и для бутербродов, и так, если просто порезать и подать на стол. Ну, так тут написано. Хороший сыр такой. Какая его жирность? Жирность его 36,8%. Хорошая жирность. А что-то я когда читала, вроде 23. А, 23 это был белок. То есть, если тебе надо съесть 23 грамма белка, пожалуйста, съешь такого 100 грамм сыра, и тебе будет такая порция белка. Так, мороженое, я сказала, 7 долларов идёт. Так, дальше. Вот, это такой хумус с красным выпеченным перцем. Ну, то в духовке его там пожгли или где-то. А фета, фета, это сыр такой, да? Ну, что-то там, типа солёного творога, я бы сказала. И жареный лук. Ну, такой вот. 2,80, 250. Нет, 175 грамм. Ну, вот такое вот. На хлебушек, знаете, и намазать. Взять и намазать его просто на хлебушек. Так, сметана. Сметана 2,50. Такая. Трошки обезжиренная. Трошки обезжиренная. Здесь её 250 грамм. Так, это средство. Две упаковки. По 2,50. Для, как бы, для санитарии. Так, это я сказала. Дальше идёт фарш. Потом, вот, салат фруктовый. Ну, как я сказала, подорожал. Был 1,10. Очень долго был 1,10. Теперь 1,50. Тут персики, груша, виноград и ананас. Хороший. Я обычно, знаете, когда выпекаю вот тот из филотеста пирожок, так сказать. Я с него, он в сиропе. Я сироп сливаю полностью. А потом эти фрукты туда идут. В пирог. Быстро, а хорошо. Так, чеснок. Наконец-то я купила чеснок. Надеюсь, он не сильно порастёт. Потому что тот, который я высадила на балконе, там уже, ого-го, сколько. Выросло уже там такой огород. А здесь вот 5 штук, 2,50 получается такая упаковочка. Так, салатик. Салатик такой называется Айсберг. Фамилия его такая, Айсберг. Головка салата. 4,25. Бывает и больше. Но это тоже хороший такой плотненький, свеженький салатик. Так, и вот это вот то, что, смотрите, то, что я говорила. На 20 долларов можно купить 3 упаковки разные. Значит, в эти разные входит. Можно вот копчёный семон. Там можно туда какие-то сосиски. Можно какой-то бекон. Можно ещё. То есть вот 3 любых упаковки там чего-то, что идёт под этим, так сказать, под этой этикеткой, там, как она там называется, вывеской, не вывеской. Оно по всему супермаркету. Ты можешь взять там в разных отделах, и оно тебе получится 20 долларов. Вот это каждая стоит, каждая стоит 9 долларов. Хоть это, это горячего копчения я взяла. Это тоже такое же горячего копчения. Вот каждая стоит 9 долларов. А это холодного копчения 100 грамм. Значит, вот эти вот по 125 грамм кусочки. То есть, если купить по отдельности, это получится 27 долларов. А если купить, вот, как я купила, в такой, так сказать, композиции, композиции, три штуки, получается 20 долларов. Ну, так. Экономия в какой-то степени. Так, что ещё, что ещё? Огурец. 2,50. Хорошие такие. Хорошие огурчики уже выросли, свеженькие. Знаете, классно, вот, его хорошо, так как бы, вот, сразу. Первый раз ты вот его отпечатываешь, он же там в этом запечатан, да, в полиэтилене. И он так пахнет, пахнет. А потом, в этом же он так не пахнет, когда ты его доедаешь. Ну, я сразу не ем такой, я говорю, большой. И последним номером нашей программы, как вы помните, там было 7,50, 5 штук, по-моему, перчина. А тут вот, вот, я, смотрите, какой красивый. А ещё, когда я выходила, тут его у меня получилось 6 штук на 6 долларов. А если вы помните, что у нас такие и поменьше продают, и 3,50 штука, и 4,50, и 5 долларов, и 6 долларов. Да, штука, 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 и дороже может быть. Ой, а там ещё потом выложили, вот тут, где я брала зелёный, а там ещё выложили оранжевый. Ну, уже я, так сказать, не возвращалась. Ой, сейчас кулёк разорвётся, у меня весь этот перец попадает. Смотрите, какой классный. Ну, сейчас я некоторые возьму, как я уже сказала, сделаю перец фаршированный. А тут остальное, как всегда, порежу кусочками в коробочке и в морозильник. Ужасно удобно, ужасно. Так, итого, вот я так хорошо прогулялась. Список у меня был короче, чем тот, который, это вот то, что я купила. Вот такой список, а тот, который я написала, сказать покороче. Ну, в общем, вот я потратила на это 130 долларов, 130 долларов и 64 копеечки, из которых в государство пошло в виде НДС, 17 долларов. А сэкономила я на том, что можно было купить вот дешевле, 10 долларов и 83 цента. Ужасная экономия. Страшное дело. Ну, тоже приятно, правда? Лучше сэкономить 10 долларов, чем переплатить. Я так понимаю. Ну, вообще, сейчас я, ой, у меня уже 4 часа, у меня был только завтрак. Где-то часов в 9 утра. Я сегодня плохо выспалась. Почему я и поздно пошла так? Я пошла уже было в первом часу. Обычно я люблю утром пойти в супермаркет. У меня, так сказать, соседи гуляли, гуляли всю ночь. Ну, по крайней мере, до 4 часов утра так. Весело смеялись, там еще что-то делали, такое было у них. Вечеринка. Вечеринка была по поводу, там, пятницы люди встретились. Ну, и она просыпалась периодически. Знаете, они, по-моему, были в нашем доме. Можно было позвонить, секьюрити сказать. Скажите, пойдите там и скажите, чтобы они перестали веселиться. Ну, зачем мне это? Люди веселятся, так приятно. Я люблю слышать такие веселые голоса. Люди могут ночью веселиться. А я тут на подушечку и спать. Ну, все. В общем, я вам доложила, что я купила. Сейчас я что-нибудь из этого, что-нибудь из этого, наверное, съем. И закушу с этим вот мороженым. Ой, какое мороженое. Зачем оно такое вкусное? Лучше бы оно не было такое вкусное. Если что-то невкусное, так ты много не съешь. Ну, все. Пока. Увидимся еще. Субтитры сделал DimaTorzok